Всем привет друзья! В этом видео мы с вами прокатимся от поселка Водный в сторону поселка Краснополянский, где сейчас идет строительство новой трассы А-289. Посмотрим как идет процесс строительства нового направления, что уже сделано и прокатимся по небольшому почти готовому участку трассы в районе поселка Рисоопытный. Помимо этого покажу вам как выращивается рис в Красномейском районе Краснодарского края. Приятного просмотра! Наш путь в основном будет проходить по некогда хорошей дороге соединяющей поселки Водный, Мирный, Октябрьский и Краснополянский. В связи со строительством А-289 данная дорога сейчас в плохом состоянии, так как по ней шло интенсивное движение большегрузов и спецтехники. Согласно информационному указателю данную дорогу должны сделать в сентябре этого года. Для истории хочу показать этот путь практически полностью, но местами буду ускорять. Ценю ваше время. Такие моменты я никогда не могу пропустить, поэтому остановимся и сделаем пару необычных кадров. В Красноармейском районе огромное количество различных птиц. Тут настоящий рай для них, изобилие. Поля, рисовая система дают много излюбленной пищи. Лягушки, змеи, мелкая рыба и ящерицы. А также крупные кузнечики и саранча. Здесь есть все. Ставим класс и двигаемся дальше. Продолжение следует. Подъезжаем к поселку Мирный. Здесь тоже дорога в ужасном состоянии. Местным жителям строительство новой трассы А289 доставляет много неудобств. Это и постоянный трафик большегрузов, постоянная пыль, а также само состояние дороги вы видите. Но все относятся к этому с пониманием, все ждут открытия нового направления. Надеются, что новая трасса разгрузит хутор Трудобеликовский, Славянск на Кубани, а также значительно сократит время в пути к морю. В некоторых местах водители накатали новую земляную дорогу рядом с существующей разбитой. Такая дорога более пригодна в сухую погоду для передвижения. Подъезжаем к поселку Октябрьскому. При въезде налево будет поворот в поселок Рисоопытный, куда мы тоже с вами заедем. Но сначала посмотрим, как идет строительство съезда с трассы А289 в поселке Краснополянский. В поселке Октябрьском также разбитая большегрузами дорога. Сейчас мы едем по улице Комсомольской. Здесь недавно установили фонари освещения, которые вы видите справа. Подъезжаем к перекрестку и поворачиваем налево в сторону Красного леса поселка Краснополянского. Поселки Октябрьский, Краснополянский и Рисоопытный находятся в районе километра друг от друга. Въезжаем в поселок Краснополянский, проезжаем его насквозь и там будет съезд с трассы А289. 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 Справа вдалеке вы видите информационный знак, в котором говорится, что окончание всех работ планируется 15 декабря 2024 года. Заезжаем на съезд с трассы А289. Вы ее видите слева, со стороны Краснодара. Она уже практически готова. Установлены фонари и сделано черновое асфальтное покрытие. Трасса будет четырехполосная. В этом видео мы немножко прокатимся по ней, поэтому смотрите до конца. Перемещаемся в поселок Рисоопытный, обещал показать, как растет рис в Красноармейском районе. Давайте прокатимся по рисовой системе и попробуем выехать на новую трассу в районе поселка Рисоопытный. ПОЮ работы. Трассы. Впереди вы видите строительство путепровода, стадия его готовности достаточно высокая, то есть как видите уже полностью практически все готово. Новая трасса проходит через рисовую систему, если вы будете ехать со стороны Краснодара в сторону Славянска на Кубани, то вы будете проезжать этот участок в районе поселка Рисоопытного, слева у вас будет Красный лес, а справа будут рисовые чеки. Давайте посмотрим новую дорогу поближе. Ну и чуть-чуть проедемся по ней, сейчас поворачиваю направо в сторону Славянска на Кубани, то есть вот так вот это все будет выглядеть. Развернемся, проедем в обратном направлении в сторону Краснодара, в сторону станицы Маринской. Подписывайтесь на канал Краснодарского края на ютюбе, на рутюбе и в телеграм. Краснодарского края на ютюбе, на ютюбе, на ютюбе, на ютюбе и на ютюбе. Краснодарского края на ютюбе. Напоследок прокатимся с другой стороны поселка Краснополянский, сейчас мы едем в сторону Славянска на Кубани. Впереди виднеется линия Лэб, которая идет параллельно трассе. Сейчас мы немножко поглубже заедем, повернем налево и приблизимся к ней. С этой стороны тоже ведется строительство путепровода. Насколько понимаю, он здесь необходим для проезда и работы сельхозтехники. Спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было для вас интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok